Итак, в России предложили разрешить вкладывать материнский капитал в ценные бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов. Эта идея обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Предполагается размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками. Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 484 тысячи рублей. Общая сумма на двух детей – 639 тысяч. С начала действия программы маткапитала в республике получили уже на 111 миллиардов рублей. О предлагаемых возможностях маткапитала мы поговорим сегодня с экспертами программы «Ракурс». Итак, в нашей студии финансовый аналитик, директор филиала финансовой группы КЮБЕ в Башкортостане Ренат Васин. Здравствуйте, Ренат. И по удаленной связи с нами руководитель Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Ренат, хотелось бы открыть нашу дискуссию такими определяющими вопросами. Предложение инвестиций маткапитала в ценные бумаги. Не считаете ли вы это подменой социальной гарантии на рыночные схемы? Да нет, Максим, я бы не назвал это слово подменой, наверное. Это, наверное, больше возможность решения проблемы, когда инфляция съедает деньги молодых семей, которые лежат мертвым грузом на счетах ПФР. Да, так скажем. Вообще, я считаю, что это может быть довольно-таки хорошим инструментом при правильном гибком подходе к решению этого вопроса. Как минимум маткапитал будет обеспечивать инвестиции в развитие экономики и иметь большую доходность, чем они просто лежат на счетах ПФР. Мы же знаем, что все, что там происходит на счетах ПФР, они также размещают их в ценные бумаги. Это бумаги опять корпоративного блока, так скажем, корпоративной компании, либо бумаги государственной части ОФЗ. Поэтому не считаю. То есть ПФР их используют самостоятельно, от этого те, кто владеет этим материнским капиталом, не получают ничего? Почему не получают ничего? Заявляют якобы размер околоинфляционной ставки, но тем не менее это не прозрачно, как минимум, это не видно. Поэтому я считаю, что когда это можно делать самим участникам, то есть молодым семьям, самим принимать решение и самим размещать. Я думаю, что это и есть правильный при, опять же говорю, правильном, грамотном подходе, то есть со стороны регулирования, со стороны власти и со стороны обеспечения некой подготовленности людей, так скажем, да, в формате инвесторства, так скажем, да, насколько они к этому подготовлены, чтобы они могли сами принимать решения такие. Но опять же я соглашусь абсолютно точно, что это должны быть защитные какие-то инструменты, это должны быть облигации, облигации федерального займа, то, что наиболее консервативно, ну и, конечно, которое будет давать некий доход, так скажем, да, по протяжении какого-то времени. Да, действительно, сейчас разрабатывается соответствующая дорожная карта, чтобы продумать, так скажем, возможности, да, для инвестирования и при этом обезопасить, соответственно, тех людей, тех владельцев этого материнского капитала, да, родителей от возможной потери денег. Андрей, вы сами как отнеслись вот к этой новости, да, которая исходила от Минэкономразвития, от правительства, вот к этой дискуссии как вы подключились? У меня смешанное ощущение вот этой информации, ведь не идет речь о том, чтобы дать возможность использовать материнский капитал на те нужды, которые человек хотел бы, ну, на что хотели бы люди потратить деньги прямо сейчас. То есть направления расходования остаются прежними, это все-таки поддержка ребенка в будущем, увеличение жилплощади, обучение и так далее. То есть промежуточное инвестирование сейчас, ну, можно сказать, что подменено индексацией материнского капитала на уровень инфляции. И если мы заменим вот эту индексацию на инвестирование, то появится довольно-таки много сложностей, которые нужно будет преодолеть. Одна из них это то, что люди вообще ничего не понимают в рынке ценных бумаг, в большей части. И вторая это то, что придется создавать определенную инфраструктуру для того, чтобы отделить деньги материнского капитала от любых других брокерских счетов того же человека, поскольку режим инвестирования будет отличаться. И вот этот процесс, он во имя чего, собственно говоря, будет вестись. То есть разница между инфляционной составляющей, которая будет индексироваться маткапиталом, если он не инвестируется, и результатом, который дадут, например, ОФЗ, составит, я подозреваю, в районе, ну, может быть, одной тысячи рублей в месяц, хорошо если. Ну вот по последней индексации маткапитал, вот этот максимальный на двух детей, 600 с лишним тысяч рублей, он индексировался на 21, если я не ошибаюсь, тысячу вот с начала этого года, да? Ну, немножко проще говорить в процентах, это уровень инфляции был оценен в 3,5 годовых, соответственно, ОФЗ дают в районе 4,5-5, то есть вот та разница, которую, наверное, можно получить за счет инвестирования, это чуть больше 1% годовых. Андрей, ну вот на ваш взгляд, будет ли данная возможность популярна именно в регионах, нежели там в Москве, Санкт-Петербурге? Все-таки большая часть пользователей маткапитала используют его именно для вложения в недвижимость, и в регионах это, наверное, вот этот вот маткапитал наиболее ощутим, чем в Москве. Так, соответственно, идея по инвестированию не меняет направление ни разу, то есть, скорее всего, большинство также будет предпочитать тратить материнский капитал на улучшение жилищных условий. Тем более, что действительно, как вы правильно говорите, в регионах та сумма, которая приходится на маткапитал, действительно позволяет улучшить жилищные условия. Ренат, ну вот на ваш взгляд, в случае использования маткапитала для того, чтобы инвестировать его в ценные бумаги, каким, на ваш взгляд, должен быть именно горизонт такого инвестирования, то есть сроки? Мы, в том числе, исходим из того, целеполагание, так скажем, на что нам это нужно. Если нам это нужно на недвижимость, то чаще всего это здесь и сейчас, ну, в течение трех лет, да, после того, как этот маткапитал получается. Если для образования ребенка это, естественно, более долгий срок. Вы знаете, здесь оптимальный вариант работы ИИС, вот, наверное, три года с возможной пролонгацией, так скажем, на следующий срок, но на такой же срок. Но мы же прекрасно понимаем, что наше руководство, правительство, все это для вливания денег в экономику и рассчитано на долгосрочные инвестиции. Правильно Андрей говорит, что вопрос же идет, действительно, то есть если появляется данный продукт, то, скорее всего, исчезнет индексация на маткапитал, который из года в год он найдет. Мы понимаем, что сейчас ключевая ставка, скорее всего, в течение года, там, может быть, прибавит обратно 0,25, там, примерно, да, вот в этих пределах это будет, да. И правильно говорить, что ставка ОФЗ, она тоже будет болтаться в этих пределах, примерно. И когда мы говорим о том, что какие сроки лучше выдержать, то есть, ну, я считаю, для самих семей, для людей, да, размещения, я считаю, что это как раз рубеж три года, и эта программа, наверное, будет какая-то отдельная. Правильно говорить, что разграничивать, когда счета, это довольно-таки сложный процесс, это действительно трудоемко. И наверняка это, по мне, так это будет какая-то генерация именно с ИИСами, возможно. Да, вот в этом направлении будет. И, опять же говорю, повторюсь, что для экономики, для страны, то есть, да, все это привозят к тому, чтобы инвестировать в долгосрочные направления, инвестиции. И это продукт делается как долгосрочное. Но по мне, так это, что было, ну, граница была, да, так скажем, это было три года, допустим, и возможно пролагаться снова на три года, чем это будет, допустим, 10 лет, но в 10 лет все полностью не трогать. У всех разные возможности, разные желания и разные потребности. Поэтому, если не сейчас, то через три года, ну, почему тогда они должны чего-то лишаться там? И нельзя сделать, допустим, раньше, чем, допустим, 10 лет, если это будет 10 лет, так скажем, да? Нет, я считаю, что вот тут, наверное, будет еще обсуждаться, на самом деле. И я пока не вижу действительно другого пути, как это будет, если не интеграция с ИИСом. Какой-то вид новый. Об этом уже шли разговоры, возможно. Вот, Андрей, продолжая то, что сказал Ренат, да, по поводу предложения, есть такое, на самом деле, предложение о синхронизации именно с третьим типом индивидуальных инвестиционных счетов, который также предлагается. Если я не ошибаюсь, они предлагаются в большей степени на образование, да, ребенка. Вот насколько вы видите перспективы такой синхронизации? Ну, если будем говорить действительно об инвестициях мат-капитала, то ИИС третьего типа в той конфигурации, как обсуждается, может подойти. Единственное, что ИИС третьего типа все-таки не ограничивает набор инструментов, в которые можно инвестировать средства. А здесь, когда мы говорим про мат-капитала, нужно серьезно ограничивать инструментарий тоже. Но в рамках обсуждения ИИС третьего типа уже звучат идеи, что должны быть возможности использовать средства с ИИС третьего типа, например, на, опять-таки, улучшение жилищных условий или на оплату образования. То есть некие направления расходования средств, допустимые до окончания срока ИИСа, они тоже могут войти в конфигурацию этого типа индивидуальных инвестиционных счетов. Да, на самом деле дискуссия продолжается. И я думаю, наши власти обращаются прежде всего к экспертному сообществу, чтобы они подсказали, какие инструменты инвестирования ограничены, можно было бы ограничить для данного вида инвестиций из мат-капитала, там, в фондовый рынок, да, в ценные бумаги, какие, наоборот, допустить для гарантии безопасности. Вот у меня именно такой вопрос к Андрею. Андрей, вот что бы вы посоветовали нашим властям? Какие инвестиции безопасны, какие не очень, какие стоит ограничить? Вот опять же, исходя из того, что я упомянул про уровень знаний о рынке ценных бумаг, я бы исходил из того, что мат-капитал можно инвестировать исключительно в ОФЗ, потому что все остальное требует все-таки понимания и выбора тех инструментов, исходя из возможных рисков, которые принимает на себя инвестор. Но у инвестирования в ОФЗ есть оборотная сторона, это достаточно низкая доходность. Ренат, ну вот, так же разговор идет относительно того, с того, с чего мы начали с вами говорить, о том, что деньги лежат мертвым грузом в пенсионном фонде, да, люди от этого ничего не получают в течение какого-то периода времени, да, даже та самая индексация, она все равно закладывается, она не людям выплачивается, она закладывается в тот же материнский капитал. Вот не считаете ли вы необходимым не придумывать вот этих всех сложностей, а просто, допустим, обязать банки выплачивать с мат-капитала какие-то проценты, чтобы люди вот этим распоряжались? Обязать банки, ну, на самом деле, это хорошее предложение, обязать финансовый институт, да, банки платить какую-то фиксированную ставку именно по средствам на счетах мат-капитала. Но есть одно но, если оно ведь на слуху, это вот предложение, так сказать, почему его раньше не сделали? Достаточно уже долго это все идет, и раз этого не делают, ну, очень очевидно вполне, что, думаю, сопротивляются именно финансовые институты к этому предложению, потому что, опять же, придумывать что-то придется им, а не правительству, как в формате, допустим, целой программы, так скажем, да, здесь нужно будет действительно, причем всем банкам, да, по размещению. Поэтому это именно, я думаю, что их нежелание, чтобы это сделать, на самом деле. Хотя, по большому счету, вы правильно говорите, что если бы это было, то это бы решало и снимало вопрос здесь и сейчас, да. Но это, опять же, должен быть не какой-то процент, а должна быть строгая фиксированная ставка именно, опять же, только по средствам, по мат-капиталу. Да, возможно. Андрей, ну вот вхождение на рынки, так скажем, оно упрощается с каждым годом, вот имея обычный гаджет, да, обычный телефон, закачав очень просто, да, соответствующее приложение, там, банка или какой-то инвестиционной компании, да, можно открыть ИИС, положить туда деньги, да, как-то их использовать для приобретения ценных бумаг, валюты и прочих инструментов, да. Вот оцените, пожалуйста, и таким образом я предполагаю, что очень многие люди этим пользуются, да, в том числе неопытные, так скажем, инвесторы. Вот оцените, пожалуйста, интерес именно к ценным бумагам со стороны консервативной части населения, пенсионеров тех же самых. Пока интерес со стороны консервативной части существенно к ценным бумагам не изменился. Но совсем недавно, буквально-таки пару дней назад, Национальное агентство финансовых исследований выпускало исследование на тему понимания рынка ценных бумаг населения. По-прежнему уровень знаний крайне низок. А если мы посмотрим на статистику по открытым счетам, да, счетов было открыто огромное количество за последние два года. Можно сказать, что за год было открыто столько же счетов, сколько за предыдущие 10 лет. Но при этом счета очень маленькие и все-таки относятся скорее к агрессивным игрокам и, может быть, тем людям, которые, ну, как бы сказать, отреагировали на маркетинговые посылы от крупных игроков рынка, приобретя там несколько ценных бумаг, попробовать поиграться. Но это как раз не те люди, которых можно отнести к консервативной части. Здесь, если говорить о пенсионерах, о людях постарше, по-прежнему отношение к рынку настороженное. И я не думаю, что эта ситуация изменится быстро. Андрей, ну вот можно ли говорить в нашей стране о том, что брокеры предлагают консервативным инвесторам, соответственно, консервативные инвест-стратегии? Можно ли согласиться с тем, что вот такой предсказуемый доход, он же и, наверное, очень низкий? Ну, конечно, это закон финансового рынка. Чем выше принимаемый риск, тем выше возможная доходность. И наоборот, если человек не хочет рисковать, то очевидно, что результат получится достаточно скромный. Но вот с вашим тезисом о том, что брокеры предлагают клиентам ту или иную стратегию, я вынужден не согласиться. Брокеры, по сути, дают доступ на рынок, а дальше человек сам выбирает ту стратегию, которую реализуют. И дальше мы приходим как раз к вопросу понимания того, как функционирует рынок основной частью российского населения. А вот этого понимания пока еще нет. Время нашего эфира подходит к концу. У меня заключительный общий такой вопрос. Как вы оцениваете дискуссии и инициативы? Мы также затронули эту тему сегодня очень коротко. Об ограничении сложных инструментов именно для неопытных инвесторов. Ренат. Я только за такие изменения, потому что, как сказали, сейчас очень много приходит на рынок неподготовленных людей. И зачастую, конечно, они приходят терять деньги, так скажем. Ладно, что у них они исходят с небольших сумм. Но кто-то может воспринимать эту трагедию и по-другому, и по-разному, так скажем. Поэтому, дабы избежать негативных последствий, негативный опыт, я за то, чтобы инвесторы сдавали какой-то тест, курс, обучение проходили, получали возможность доступа именно к сложным инструментам на финансовом рынке. Надо избегать таких последствий, потому что, как сейчас регламентируют эти вопросы правительство, так эта культура инвестирования у нас и будет развиваться. А она у нас только зарождается. Андрей, аналогичный вопрос. Как вы оцениваете действия Центробанка по этим ограничениям? Если я не ошибаюсь, на днях президент тоже подключился к этой дискуссии и сказал, что не нужно создавать в нашей стране что-то в аналогии обманутых дольщиков, точно так же обманутых инвесторов. На две части вопрос распадается. Во-первых, по ограничению продаж сложных продуктов. Здесь я считаю, что действия Банка России вполне оправданы, поскольку большое количество именно таких сложных и непонятных продуктов за последний год было предложено и куплено неподготовленными инвесторами. Вторая часть вопроса – это допуск на рынок ценных бумаг неквалифицированных инвесторов через тестирование. Здесь я вообще ограничений не вижу никаких, поскольку, по моему ощущению, это тестирование, по большому счету, просто помогает человеку лучше понять, что он делает. То есть он все равно купит то, что он хочет купить, но перед тем, как купить, он должен будет сам себе ответить на ряд вопросов. Можно сказать, что это замена уже действующей практики по уведомлению о рисках на рынке, но на более совершенный подход. На подход, когда человек не только прочитал документ о рисках, но еще и ответил на вопросы, которые помогают ему самому понять, правильно ли он осознал то, что в этом документе говорится. Ну вот, пользуясь, допустим, любой платформой какой-то, там обязательно спрашивают, согласны ли вы на соответствующие условия, что-то подобное, то также необходимо внедрять, на ваш взгляд? Да, конечно, главное избежать вот этот миссилинг, потому что в регионах особенно больше касается, потому что когда сотрудники банка либо брокерской компании консультируют, то есть если ты делаешь ради продажи, то ты не доводишь правильную информацию, соответственно, искажения происходят и на этом фоне возникает больше вопросов и недоверия, в том числе, к фондовому рынку. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу, я благодарю вас за участие в нашей программе, Ринат, Андрей. Спасибо. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. А я напомню, что сегодня мы обсуждали предложение по использованию материнского капитала в качестве инвестиций в ценные бумаги. В нашей студии был директор филиала финансовой группы QBF в Башкортостане Ринат Васин по удаленной связи, руководитель Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Параневич. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова